Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают играть песню. Мы хотя бы покажем какие аккорды и как играются. Аккорды мы разберем и покажем немного с ребятами, как вообще эта песня звучит в коллективе. Вы давно ее играете? Да нет, мы совсем недавно ее играем, может месяц-три. Сложная песня в исполнении? Ну, по крайней мере, вот, если на гитаре. По крайней мере, куплет в основном играется на трех, как говорится, блатных аккордах. Ну, с добавлением каких-то определенных аккордов, которые не блатные. Не блатные? Так, ну давай мы тогда... Ну, я думаю, ты справишься. Начнем со вступления, а там уже по ходу. Ну, давай прям медленно показывай, какой у нас первый аккорд, как он зажимается, чтобы вдруг кто не знает. Начнем с боя. У нас получается ну, я не знаю, вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, давай мы еще раз продемонстрируем. А, вот. Так. Вот. Звучит это так. Вот. Примерно так звучит. Так, первый аккорд у нас, конечно же, А-М, друзья. Ну, это который Ля? Ля... Ля-минор. А, Ля-минор. Прошу прощения. Есть Ля-мажор, Ля-минор. Вот. То есть, идет соло, и ты играешь на гитаре вместе с аккордеонистом и всеми ребятами, допустим. Это вступление. Это вступление. То есть, А-М, соль, мажор, Ж. Да. А-М, опять, Е-М, и А-М. Вот. Еще раз. Чуть-чуть помедленнее. Повторю. Вот. Это вступление. Так. Ну, пока на... Со стороны, если смотреть, то не особо сложно. Я не знаю, как это будет в исполнении вместе со... А ты попробуй. Давай. Хорошо. Медиатор, можно вас попросить? Так. И что у нас там? А-М. А-М. Можно и так. А-М. Ну, почти, почти попало. Рисунок почти похож. Похож. Я думаю, можно и таким рисунком. Давай тогда дальше. Поехали. На куплет. Куплет тоже начинается, естественно, с А-М. Вот. И баяц. Девчонки полюбили. Е-7. И опять А-М. Не меня. Потом А-7. Девчонки полюбили. На Д-М. Гармониста. А-У гармониста. Е. А-М. Песня. Соль. Ж. Льется. Чисто. На Фа. Мажор. И Д-М. И я понимаю, что я пролетаю к А-М. Это так у нас играется куплет. Да. И меня. И девчонки. Нет. А-7. А-7. Гармониста. Да. Я понимаю, что я пролетаю. И я понимаю. Ах ты. И я понимаю, что я пролетаю. Во! И пока не начали играть и выступать, давай с тобой немного поговорим о том, как сейчас у музыкантов вообще дела обстоят в коронавирусную эпоху. Мы с вашими коллегами уже встречались. Кто-то говорит, что в принципе можно сублимировать, так скажем, вот это отсутствие выступлений онлайн концертами. Кто-то больше за созидательную составляющую, чтобы сочинять что-то. Как у вас? Ну, мы сделали себе небольшой отпуск. Конечно, мы репетируем. Успели даже дать три онлайн концерта. Три онлайн концерта. Где они у вас проходили, расскажи. Первый онлайн концерт был такой «Квартирник», второй уже вот именно на этой студии мы попробовали в Инстаграме, а третий, конечно, мы уже забабахали профессиональный концерт уже со звуком, со светом. Можно зайти к нам на страничку, посмотреть, там, по-моему, полтора часа полноценный концерт. Где вы все это организовывали? В Доме молодежи. В Доме молодежи. Вот этот большой такой концерт у вас был. Расскажи, насколько отличается, я понимаю, что, конечно, отличается, но насколько сильно, когда ты играешь перед живой публикой и когда у тебя вот публика за экраном? Ну, конечно, не хватает энергетики, то есть обратной связи. То есть через телефон ты же не будешь смотреть, кто тебе что пишет там. Все равно, ну, немножко, да не то. Ну, вот я видел, что и другие популярные разные музыканты, да, они тоже у себя либо сидят дома, либо где-то еще на студии, они сидели тоже давали такие концерты. Вот как ты считаешь, как вообще люди реагируют на такое? Люди? Мне кажется, людям приятно то, что они, музыканты, вообще не забывают то, что народ без музыки, как все равно, что без хлеба, нужно двигаться дальше. Вот этот промежуток времени, он дает нам как бы переосмыслить то, что не получалось, создать что-то новое, обновить репертуар и адаптироваться к новым вообще условиям жизни. То есть, несмотря на то, что у вас не было выступлением, вы все равно это превратили в некий такой момент, где можно чему-то научиться, что-то исправить, да, и репертуарно работать дополнительный. Конечно. Главное, в свою пользу использовать время, и я думаю, все получится у нас. Рано или поздно все закончится, и мы продолжим уже выступать вживую, потому что живое выступление никогда ни на какой онлайн-концерт не променяешь. Как всегда, со стороны кажется, что просто. Вот мы сейчас немного порепетировали, конечно, есть кое-какие шероховатости, но, тем не менее, вместе для вас попробуем исполнить эту песню. Дим, так что зови остальных музыкантов, и мы начинаем. Ну все, я пошел. Песня для наших любимых телевидителей. Песня для наших любимых телевидителей. Песня для наших любимых телевидителей. Косячу. Ну я думаю, отлично. Да, немного я, пацаны, лажанул кое-где, но я надеюсь, что меня простят наши зрители, потому что песня-то, в принципе, она понятна, ее можно, естественно, найти, послушать, аккорды поподробнее посмотреть. Но играется в целом она вот так, так что смотрите наши видео уроки, занимайтесь музыкой. А с вами был Олег Рожков и кавер группы Марсиане. Всем спасибо и всего доброго. Ура, пока!